Я много говорил о битвах, много говорил по сути о непосредственных событиях скифской и сарматской истории, но не говорил о том, как они одевались и выглядели. Вы, конечно же, можете все это увидеть непосредственно даже и здесь в битвах, когда мы входим и видим, как они выглядели, как даже они воевали. Тем не менее, они одевались практически как и все варвары. Это штаны носили, хотя у сарматов они были более просторные, более длинные. Это носили какие-то кожаные куртки, накидки, плащи, сапоги тоже и шляпы, островерхи, войлочные шапки. Да, они были похожи в какой-то мере на монгольские, на татарские. Кстати, если говорить об этих ребятах, о монголах, татарах, то вот здесь тактика изматывания именно у них от скифов и от сармат произошла. То есть, они переняли эту тактику. Понятное дело, что родственнические они в какой-то мере тоже были ихними потомками. Опять же, конная битва, опять же, битва за счет отступления, опять же, трусость при непосредственном контакте с врагом. Те же самые монголы и татары, они пешими воевали плохо и очень много было поражений именно тогда, когда они непосредственно с врагом вступали в бой без всяких вот этих вот маневренных хитростей. Конечно же, они тогда сливались. Жили, как и скифы, они в палатках, в жилищах, были кибитки, в которых они перевозили весь свой скарб, все свое население, детей, женщин. Женщины, кстати, женщины. Самое интересное в сарматах, это именно женщины. Интересно, что греки вообще свои мифы об амазонках, скорее всего, основывали именно на сарматском взаимоотношении у женщин. На ранних временах женщины играли ключевую роль в сарматском обществе. Именно они управляли фактически всем обществом. Был матриархат у сарматов. Потом, конечно же, когда образовались союзнические, союзы племен, все перешло в патриархат, но тем не менее, женщины остались на равных с мужчинами. Они были равными воинами. И даже женщины, как и у скифов, кстати, тоже, они на равных воевали с мужчинами. Женщину часто, женщина принимала боевое крещение, она обязана была перед тем, как выйти замуж, убить кого-то на поле боя. И фактически была аналогичным мужчинам единицей. Кстати, есть такие рассказы, что отрезали одну из грудей у женщины, чтобы как бы сила переливалась в другую грудь. Хотя есть и другая трактовка, что отрезали, чтобы не мешала она стрелять из лука. В общем, такие вот интересные отравы были у сарматов. Интересно, конечно же, думать о том, что женщина у них имела равные, даже в какое-то время привилегированные права по сравнению с мужчинами. Хотя в остальных других обществах, практически всех, это было отнюдь не так. Это и говорит о том своеобразии, которое, опять же, было у сарматов, их непохожести на другие барварские племена. И говорит о том, что греки не зря написали про амазонок. На самом деле, вот они, амазонки, сарматские, крымские амазонки. И вот они откуда взялись. Так, нам бы этого стыкаря большого британского разбить, разгромить полностью. Бордес Горми осталось совсем чуть-чуть, совсем немножечко. Ну давайте мы этого Синяна. Ой-ой-ой, какие он потери нам нанес. Ой-ой-ой, ну эти читерские брит, это как раз, наверное, те отряды, которые тогда читерски воевали со мной. Ну, я не хочу уже с ними воевать, вы уж извиняйте, я уже от бритов устал. Пора с ними попрощаться. Я помню, говорил еще вот как раз о символе. О том, что лошади нельзя называть символом сарматов. На самом деле, они в какой-то мере обожествляли барана. Он являлся для них символом, символом богатства, символом успеха, символом вообще благословения от богов. Вообще, не только у сарматов, но и у других. Также они почитали культ предков, как, собственно говоря, и все варвары. У них был культ предков, почитание более старых. Ясное дело, что за неимением письменности они все свои сказания, всю свою историю передавали устно. Для этого, безусловно, были специальные люди, ведоки, специальные жрецы, которые хранили все эти знания о своей народности и передавали их более молодым поколениям. Еще поклонялись сарматы и греческим тоже богам. Повзаимствовали у них богов греческих. Про военное искусство я уже рассказывал. Скифское и сарматское военное искусство было очень сильно сходным. Хотя сарматы, безусловно, в основном они усовершенствовали все эти навыки. И апгрейдили их до нужного уровня. Но я просто не могу не нарадоваться за сцепьев. Они очень привлекательно завоевывают территории и очень хорошо на Египет влияют. Видите с Антиохией, что произошло. Я думаю, что экспансия их продолжится дальше. И она приведет однозначно к тому, что рано или поздно мы зажмем этот Египет в тиски. К сожалению, сейчас у нас, по сути, шансов это сделать нет. Тем не менее, мы пересоберемся в очередной раз. И, опираясь на Демидий, на тот же, завоюем еще одну египетскую провинцию. Таким образом, потеснив их очень сильно. Так, и эти ребята, что они? Хотят люлей получить? Ну, давайте. Не знаю, на что они рассчитывают. Конечно же, на своих садников. Возможно, у них есть катафракти. Но вот хоть когда-то встретимся с ними на поле боя, что ли. А не под стенами замка. Ну что, ребята. А у нас-то конница нормально, так что ваши лучники-стрелки, по сути, надо было ее на два отряда разделить. Ну ладно. Не знаю, противника не так уж много. Че тут делить-то? Да, генеральский отряд, отряд катафрактиев, а остальное все мусор. Я, по-моему, когда-то, кстати, даже проходил за Парфью. Единственное, там большой недостаток в том, что очень далеко ходить, большие территории, очень далеко с самого начала развиваться, завоевывать. Но затем, вроде бы, все легче. Потому что катафрактиев нанимать, там все. Все выходит как надо. Катафрактии валят и валят. Просто однообразно очень. Честно говоря, за что я проходил, за Рим, за Юлиев, когда-то давно, еще в самом начале, когда игру выпустили, за Рим, за Юлиев, за Парфью, я помню, и все вроде бы. Но за Парфью я не прошел компанию, понятно, я не все прошел. Потом это стало однообразно. Ого, видели, как они наваляли. Перед самым, перед самой атакой сбежала наша конница полностью. Но, тем не менее, количественное преимущество сыграло свою роль. Тем не менее, их нелегкая конница сразу же погнала наших. Вот вам преимущество в морали. Ха, бонусы в морали. До конфликта побежали наши. Да. За что же еще проходил Рим? Да все, по сути все, это было все, больше я не проходил. Нашествие варвар еще когда-то проходил. За кого я проходил, я уже не помню. Не за Сосанидов, может за Восточную Империю. Я уже не помню, это было столько лет назад, когда там Рим первые выпустили. Это тогда практически первый год после того, как выпустили и было. Еще лицензионный диск попал. Вроде бы на двух дисках даже было. Так, и вот основная проблема у нас. Генерал Востока в доспехах. Вот вам и катафрактии. Вот такое количество громаднейшая конница, но не может удалить эти катафрактии. Очень-очень медленно их одолевает, хотя потихоньку мы их сгрызаем. Но потери, конечно же, тут будут. Хотя не так уж сильно они нас и кромсают. Все. Да, все. Ну и пора погнать еще одного противничка, который подошел. Ага, бежит он. Не, ну... Блин, он успеет сбежать, он слишком близко к границе. Да, конечно, там еще и скорость у них больше. Да-да смешно. Да, наши только расчехлились, как те уже сбежали. Понятно. Все ясно. Значит, что там было? Почему изменилась вообще эта самая? Я так и не понял. Так, дивизиак и цены. Племя и ценов. Ну, не знаю даже с ценами с этими. Давайте попробуем. Ну, не знаю, ну... Шансы наши маленькие. Ну, на мосту, на мосту. Читерский мост. Сейчас посмотрим, насколько он может быть читерским. Насколько максимально, вернее, он может быть читерским, этот мост. И цены. Это за и ценов, получается, там будет фракция, которая воевать в Риме. Сделали не более исторически точно, не просто за британцев, за бритов, которые являются обобщающим понятием за и ценов, которые действительно были воинственными. Хотя, тоже, сами понимаете, что пройти через только эпоху и цены никак не прошли, а немного ущерба причинили римлянам в Британии. Но, тем не менее, их и укатали очень хорошо римляне. Так что завоевать какие-то земли, кроме своих, они никак не могли. Так, перестраивается враг. Мы здесь предпримем, попробуем, по крайней мере, предпринять интересную тактику. Я выстрою двоих черепахой. Пускай они сдерживают... Два отряда выстрою черепахой. Пускай они сдерживают натиск противника. А мы конницы ударим в нужный момент. Конницы у нас много, у нас даже есть командиры, причем опытные командиры в какой-то мере. Противника, безусловно, намного больше. Но я искренне надеюсь хоть на что-то. На что надеюсь, я не знаю. Пухани еще и лучниками нас поливают. Любопытный момент получается. Если, конечно, мы победим, это будет суперпобеда. На что я, кстати, и надеюсь. А почему бы и нет? Хотя, какие тут шансы победить, реально? Ну, давайте посмотрим. Сейчас, главное, в нужный момент ударить собачек я вот пошлю. Пускай они... Ой, да, собачек наших сразу расстреляли. Хорошо, что у них лучников не так много. Они бы просто перестреляли реально наших легионеров. И на этом бы все закончилось. Нам главное поддержать врага, а потом в нужное время ударить. Ударить нашей конницей. Ее не так уж и мало. И три генерала, они тоже внушают какую-то... уверенность в нашем будущем. Но очень слабую, безусловно. Очень слабую. Ну что ж, попробуем. Удар. Есть! Один побежал отряд. Так, а за ним еще три. Они возвращаются назад. Пугают другие отряды. Эээээ... Ну, пугают, но не все пугают. Нет, пугают. Да, да, да. Пугают, пугают другие отряды. Ну, давайте, 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 тесните их. Есть еще отряды. Да. Вот это... Вот это мы их раскатали. Читерский мост. Очень сильно читерский, конечно. А черепахи сыграли свою роль, да. Не знаю какую, но тем не менее сыграли. Ой, валятся с моста. Там и наши валятся с моста. Я вижу и красные. Серьезная драчка. Ну, хорошо, наши генералы сдерживают неплохо. Правда, нашу конницу обыкновенную покромсали очень сильно. Да давайте же, разделайте их под корень. Нет, их не отряды некоторые стоят. Варварский. Боевая группа легкой прихода. Боевая группа. Генерала. Генерала главное. Питатели голов там даже есть. Но строков мы раскатаем. Варвар-военачальник. Тяжелая конница. 55. Вот это самый трудный юнит, с которым нам придется столкнуться. Он делает вообще всю погоду здесь на поле боя. Нам убить бы его. Есть! Свалили его. Замечательно. И погнали всю эту тусу. Получайте за все наши поражения. Нет, ребята. Уничтожить. Ну, давайте же. Гонитесь за ними. Уничтожьте множество. Вот это титаническая битва. Это я даже не знаю, какая победа. Только жалко мы... Чего вы не догоняете? Что за медлительность? Вообще я не могу понять. Блин, да что такое? А, там граница близко. Убежали. Жалко, основное войско их не убежало. Нет этого одного. Не пропускать. Есть. Убили и этого одного. Ну что ж. Победа такая неплохая. Я бы сказал, почти 8 раз их потери превышают наши. Да, мосты действительно читерские. Но они способствуют достижению наших целей. Бортесгольд наш. Здесь стены построены. Замечательно. И, наверное, пришла пора построить что-то для общего развития. А может для экономического. Нет, наверное. Наверное конницу. Нет. Давайте-ка мы... Я даже не знаю. Пускай стены достроятся. Должны быть стены, потому что... Ну, а тут что-то поменьше, подешевле, потому что нам так не хватит вообще для построек следующего хода. Поселение гетов. Танаис у нас усмиренный, хороший, замиренный. Вообще такое приятное. Пускай экономически развивается. Нам еще Херсонес нужно усмирить. А у нас здесь только Бортесгольм еще остался. Переобучение, понятно, не получается. И подчинение тоже никакущее. Ну что, друзья, мы фактически загнали в Готию бритов. И теперь осталось только осадить ее, захватить и уничтожить. Но осада эта будет длиться долго, потому что... Ну как долго? Тут, конечно, город с такими стенами захватывается не очень долго. Осаждается не очень долго. Но... Там много войск, и они, по сути, могут нам причинить много ущерба. Поэтому будем до последнего, пока они к нам не выйдут сами. Хотя там штурмовать особо нечего. Но, тем не менее, там лучники могут у них оказаться. Еще что-то. Генерала, главное, мы убили. Это очень многое значит. По той простой причине, что один генеральский отряд может стоить всей вот этой ихней... пехоты и конницы, которая на их стороне. Здесь у нас, как видите, такое сильное сосредоточение возле Паролиса. Объединяем, осаждаем дальше. Посмотрим, что у нас получится. О, да здесь мы... Можем победить, а можем и не победить. Такое уже было. Поэтому давайте устроим просто осаду и подождем немножечко. Византия. Опять у нас не нравится что-то Византию. Храма, в принципе, один ход остался. Так что скоро подрастет это все послушание. Херсонес вроде бы успокоился после эпидемии. Достаточно малыми силами мы в нем порядок поддерживаем. Денег у нас уже просто нету развиваться. Ну, а войска в Сармате у нас тоже будут какие-то проблемы нам причинять. Вот. Теперь осталось найти еще город этот. Парфианский. Ага, он и есть Алания. Аланы. Алания, кстати, о них мы и говорили. Да, Алания. И если вернемся обратно к Сарматам, то, как я уже говорил, они повлияли очень сильно на Парфию, на все закавказские государства, которые, как вы знаете, были могущественными очень сильно в свое время и влияли на всю европейскую историю, именно подчеркну европейскую, не только азиатскую, вплоть до, фактически, до эпохи Ренессанса и дальше даже. Да, и в истории Российской империи имели большое значение, как вы знаете. Но это все другие темы, которых мы не будем касаться в этом цикле. Сарматами же и скифами остается подытожить, что можно подчеркнуть вот эту вот примазанность, о которой я говорил. В разные эпохи вообще пытались примазаться к сарматам и скифам не только те, кто исповедовал панславянизм. Поляки, например, тоже очень любили, они вообще в 16 веке, у них была такая мода рисовать картины, знать их в сарматском стиле. Называлось это все сарматизм, они себя очень сильно отождествляли сарматами, приписывали себе вот это все. Интересно, как они объясняли, что сарматизм, то есть сарматы, это вот знать. Они произошли аристократия, они потомки сарматов, а остальные все простые народы и простонародья, это славяне и литовцы, то есть более низкие, можно сказать, нации и расы. Тогда чуть-чуть была другая сегрегация, если на то пошло. Они как бы происходят от вот этих более низких народов, славян и литовцев. Безусловно, это все такие, можно сказать, глупые подвижки, но тем не менее, это еще раз подчеркивает, что ассоциировать себя с какими-то гунами, галами, царматами или литовцами, как минимум глупо. Почему? Потому что невозможно, во-первых, вычислить, откуда тот или иной человек произошел, даже та или иная народность. Так как после великого переселения народов, все границы очень сильно размылись, народы смешались. И после него, как вы понимаете, прошли, ну блин, тысяча лет, полторы тысячи лет прошло. И за эти полторы тысячи лет, да хоть от негровы могли произойти. Как, например, Пушкин, кстати. Что ж такое? Великий русский поэт Пушкин, он от негров произошел, а? Где ж вот эта вот славянская душа, а? Так что это все, это, конечно, да, я понимаю идеологическую подоплеку всего этого. Оно в разные времена играло свою роль, но это как религия. Она задурманивает мозги и то же самое с вот этим вот панславянизмом. Это дурман для мозгов, для людей, которые не умеют думать. Хотя, хотя, я, безусловно, признаю, что некоторым людям намного так легче подчеркивать свою самооценку и свое самоуважение. И, безусловно, это нужно. Для некоторых людей это нужно. Потому что все же лучше себя ощущать кем-то, чем без рода и без племени никем. Опять же, просто я, например, призываю к равновесию, потому что правильно к этому относиться. Та же самая религия для некоторых людей просто необходима. Для тех, кто не может так с рациональной точки зрения объяснить все события, смириться с какими-то потерями и утратами. Да, она для таких людей необходима, особого психологического склада ума. И, опять же, я подчеркну, что я не говорю, что это какие-то слабые люди, ущербные люди. Нет. Все мы разные, у всех у нас есть свои преимущества и недостатки. И говорить о том, что кто-то ниже, а кто-то выше, было бы неправильно. Каждый из нас вырос в разной семье, у каждого из нас были разные родители, или, например, их не было вообще. Поэтому обвинять другого никогда не спешите по жизни вообще. Даже вор, даже воров, даже убийц не спешите никогда обвинять, потому что кто знает, как бы вы себя повели в тех обстоятельствах, в которых оказался тот или иной человек. Стоит всех понимать, но в то же самое время иметь четкие жизненные установки, которые имеют какие-то цели. Безусловно, эти цели должны быть рациональными, да, во-первых, полезными для вас и для окружающих. Но, собственно говоря, к чему эти пробоведи? Это то же самое, как начинать рассказывать про влияние на людей в каких-то играх. Если человек сам психически неустойчив, если у него проблемы изначально были, то и игра для него станет лишь одним из катализаторов или этапов его этой неустойчивости и ненависти. Если же у него все нормально, то игра на него не произведет негативного влияния. Тут много решающих факторов. Ой, да хоть повстанцев мы загубили на территории Тингия. Тингия. Кордуба у нас хороший производитель войск. О, да у нас тут и морской флот уже начинает преимуществовать. Самое главное, вы видите, что у египтян проблемы. Проблемы с Карфагеном и с ФАПСом. Они просто-напросто сбунтовались, потому что, скорее всего, не выдержали того количества войск, которые те наняли в этой провинции. Сбунтовались от этого засилия арабского. И меня это радует. Почему? Потому что ослабляет их позиции и говорит о том, что мы рано или поздно вытесним египтян со всех их территорий. И вслед за сцепиями сомкнем это кольцо римской власти над всем Средиземноморьем. Да, тут еще и увеличивается все это дело сосредоточения. Ничего, нам главное взять паролис, и мы разобрались с ребятами. Так, а куда же ушел? Я не понял, а куда ушел? Тут отряд же был. Что-то я не знаю. Какие-то такие происходят интересные. То египтяне уходят, то эти уходят. Но египтяне, правда, возвращаются постоянно. Так, с этими ясно. Ну, а тут нам с Арматию главное пробраться, потому что... Нет, с Арматией тут нормально.